В этом видео я расскажу про коварные подвохи кредитной сберкарты, которые побудили меня отказаться от нее в пользу другой кредитной карты. Но об этом ближе к концу видео, так что смотри его от начала и до конца, а я начинаю. Давайте сразу же пройдемся по основным тарифам данной карты. И уже на этом этапе есть к чему присмотреться. Во-первых, льготный период по этой кредитке составляет 120 дней. За обслуживание карты банк не берет ни рубля. Карту можно оформить онлайн, но без доставки Сбербанк заботится о своих клиентах и за то, чтобы вы шли забирать карту пешком прямиком до ближайшего офиса, в который вы заказывали карту. Кредитный лимит здесь 1 миллион рублей, а процентная ставка, как заявляет банк, очень выгодная. Аж целых 24%. Это, конечно же, сарказм. И это минималка только. Максимально 38%, а заявленные в рекламе 9,8 будут только за покупки в мегамаркете. Даже по той же кредитке от Тинькофф ставка составляет от 12% на все. А теперь давай более углубленные изучим условия. Начнем с самого главного, а именно льготный период. Он тут составляет аж целых 120 дней, который к тому же еще и возобновляется. А его честность мы с тобой узнаем далее. Срок не уникально длинный, зато рассчитывается по довольно редкой для кредиток схеме. В большинстве банков грейс-период начинает сваливать после первой же покупки, и под него попадают все последующие оплаты. Из-за такой системы реально грейс для каждой новой покупки становится все меньше и меньше. По сути, льготный период 120 дней действует только для первой покупки. А для покупки, сделанной через месяц, он будет уже не 120, а 90 дней. Соответственно, грейс для новой покупки, сделанной через 2 месяца, составит 60 дней. А для покупки, сделанной на 119 день, вовсе будет действовать только сутки. По сберкарте для трат в каждом месяце отчитывается свой льготный период. Допустим, вы весь сентябрь расслачиваетесь кредиткой, вам дается еще 3 месяца после сентября на погашение долга. То есть суммарно выходит 120 дней. В октябре вы делаете новые покупки. Для них стартует свой грейс-период. В ноябре свой и так далее. Такая схема счета для заемщика намного выгоднее, ведь при ней всегда получается наибольший длинный беспроцентный срок. Вариант с грейсом в один день здесь просто технически невозможен. Теперь про то, как сохранить этот льготный период и что будет, если вы, допустим, не успели погасить задолженность и на что распространяется этот льготный период. Сейчас обо всем по порядку расскажу. Уникальности беспроцентной программы сберкарты добавляет то, что новый льготный период по ней будет действовать, даже если не закрыт долг по предыдущему. Допустим, в августе вы сделали много покупок по карте, но до конца ноября, когда заканчивается 120-дневный грейс, вернуть все деньги не успели. Несмотря на это, на покупки в сентябре, октябре и ноябре все равно будет действовать льготный период, так как для каждого месяца идет свой отсчет беспроцентных дней. В большинстве банков до тех пор, пока долг не будет погашен, никакого нового грейса не дадут. Главное требование – каждый месяц вносить минимальные платежи 2% от суммы задолженности по карте. Если вовремя не внести обязательный платеж, действие беспроцентного периода прекратится и на сумму всех покупок будут начислены проценты. Кроме того, на неоплаченную часть обязательного платежа начнет начисляться неустойка поставки 36% годовых. Беспроцентный период распространяется на покупки в офлайн и онлайн магазинах, на оплату услуг ЖКХ, связи и других услуг в Сбербанк Онлайн и банкоматах, на платежи через банкоматы и терминалы и не распространяется на переводы, снятие наличных и так далее. Как же оформить и получить данную карту? Так, чтобы это было выгодно и безопасно. Сейчас расскажу. Оформить карту можно с 18 лет на официальном сайте Сбербанка, а забрать карту можно исключительно в ближайшем офисе банка, куда вы заказывали карту. А оформить я рекомендую по официальной ссылке в описании, там вы попадаете на проверенный сайт Сбербанка и получаете все самые лучшие условия без лишних вмешательств от сотрудников банка. И об актуальных условиях можно узнать там же. К слову, об актуальности я также вам рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там вы получите самыми первыми сообщения о выгодных акциях от банков и о финансовых новостях, а также как смотреть ютуб в нормальном качестве и без замедления. К слову, как скачать удаленные банковские приложения я там тоже рассказываю. Процентная ставка по кредитной карте Сбера рассчитывается довольно по хитрой системе. Давайте подробно разберемся, чтобы не попасться на уловку. 0% годовых банк начисляет за оплату товаров и услуг безналичным способом в рамках льготного периода. 9,8% годовых за оплату покупок в мегамаркете, а также товаров и услуг в категории здоровья и безналичным способом в нельготного периода. 24,8% годовых за оплату товаров и услуг безналичным способом в нельготного периода с 31 дня после оформления. Процентные ставки по последним двум пунктам довольно большие, поэтому будьте крайне внимательны при совершении покупок и переводов. К слову, переводить я бы вам вообще не советовал. А вот что бы я советовал, так это узнать свою кредитную историю, ведь сейчас я расскажу на какой кредитный лимит вы можете претендовать и собственно как его увеличить. Далее обо всем расскажу. Лимит кредитования по кредитной сберкарте составляет от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Такая сумма указана на сайте компании. Более точный лимит можно узнать только на этапе подписания договора, поскольку он зависит от многих факторов. Кредитные истории заемщика, его долговой нагрузки, уровня заработной платы, возраста и так далее. В среднем, если у вас кредитный рейтинг составляет 500-700 и долговая нагрузка средняя или же вовсе отсутствует, в таком случае вы можете претендовать от 80 до 200 тысяч рублей и даже более. Если вам одобрили низкий кредитный лимит, то ничего страшного в этом нет. Далее мы предоставим вам более достойные альтернативы к кредитной сберкарте. Почему я бы вам вообще не советовал снимать наличные и переводить деньги в другие банки? Сейчас об этом расскажу. Бесплатно снимать наличные с карты вы можете в банкоматах любых банков. Далее вам потребуется заплатить комиссию в размере 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей. Бесплатно переводить заемные средства вы можете в другие банки в первые 30 дней обслуживания. Далее вам потребуется заплатить комиссию в размере 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей. За перевод заемных средств на дебетовую карту Сбербанка вам также потребуется заплатить комиссию в размере 3%, но не менее 390 рублей, как указано ранее. Тут подвох на подвохе, и кредитная Сберкарта вообще не подходит ни для снятия, ни для переводов. А теперь давайте перейдем к тому, какие альтернативы Сберкарте я бы назвал более предпочтительными и более выгодными. Итак, начнем с кредитной карты своего банка. По сути, те же 120 дней. Обслуживание также бесплатно, как и выпуск. И абсолютно бесплатный перевод до 50 тысяч рублей в месяц. Напомню, что в Сбере вообще на любую сумму комиссия. А если оформить эту карту по официальной ссылке в описании под этим видео, вы получаете 5000 рублей кэшбэк за все покупки, тратив по 10 тысяч рублей каждый месяц. Подробнее можно узнать на сайте банка. И вторая хорошая замена Сберкарте, это ее прямой конкурент ВТБ. Льготный период уже поболее, 200 дней. Это первый, а следующий составит 110 дней. 90 дней на покупки и 20 дней на погашение задолженности. Снятие наличных и переводы бесплатны до 100 тысяч рублей в первый месяц. И кэшбэк здесь до 25% рублями. Когда у Сбера кэшбэка нормального даже нету. И также официальную ссылку на кредитную карту ВТБ вы можете найти в описании под этим видео. Как вы могли заметить, мы не затронули кэшбэк по кредитной Сберкарте. По сути он тут есть, но по сути его нету. Толк от него маленький. Любой нормальный банк его начисляет сейчас рублями. Либо же не начисляет вовсе, давая взамен более выгодные условия. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.